Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Анапчане вместе со всей Кубани выбрали нового губернатора. Звездный бум. Фестиваль киношок торжественно открыт на курорте. Подвиг воинов-спортсменов увековечен в граните и сердцах. На выборах губернатора Краснодарского края анапчане проголосовали за Вениамина Ивановича Кондратьева. По предварительным итогам в Анапе он набрал 88,3% голосов. В единый день голосования анапчане шли на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор и назвать нового главу региона. Кандидатов на пост пятеро. Безоговорочным лидером среди анапских избирателей стал Вениамин Иванович Кондратьев. По предварительным данным он набрал 88,3% голосов. Разрыв с оппонентами колоссальный. У коммуниста Осадчева всего 4,82%. В этот же день жители Анапы голосовали за тех, кто будет представлять их интересы в Совете муниципального образования. Глава Анапы Сергей Сергеев вместе с супругой проголосовал на избирательном участке 0215. У руководителя города и его жены по два билетеня. За губернатора и депутата местного совета по 6-му городскому округу. На этом же участке днем встречали ветерана Великой Отечественной войны Николая Корнеевича Бомко. Отметивший на днях своего 90-летия, анапчанин не остался в стороне в ответственные для города и региона дни. Вместе с супругой он выразил свою гражданскую позицию. Окончательные итоги выборов будут подведены в течение недели. В единый день голосования избиратели Анапского, Гокодзорского, Гостогаевского, Первомайского и Супсехского сельских округов также выбирали депутата законодательного собрания Краснодарского края по 39-му округу. По предварительным данным избран Федор Евгеньевич Енишогла с результатом 78,9% голосов. И в продолжение темы в минувшее воскресенье анапчане вновь продемонстрировали патриотизм и неравнодушие к будущему родного края и города. Избирательные участки города не пустовали. Для этого молодого человека выборы это событие еще и личного масштаба. Константин Скибов впервые на участке в качестве полноценного избирателя. Волнительно, конечно. Молодой человек уверен, его голос важен. Необычно первый раз, вроде бы уже 19 лет, а первый раз голосую. Как-то уже ответственно чувствуется, что я могу выбрать главу депутата Краснодарского края и губернатора. А с родителями раньше ходили? Да, конечно. Радостные ощущения. Можно было покушать что-то сладкое. Избиратели, которые не обладали информацией о кандидатах, могли здесь же на участке ознакомиться с их биографией и краткой программой, чтобы выбор не был вслепую. Татьяна Григорьева с супругом в Анапу приехали из Хабаровской и здесь голосовали впервые. Мы как 18-летние первый раз пришли в город Анапу для того, чтобы проголосовать. У нас дом, наш дом Голубца 103, он очень активный. И люди позитивные. И они уже многие проголосовали. Уже многие. Наш домком с утра прибежала, говорит, я уже проголосовала. Выходили, вы, говорю, мы к обеду пойдем обязательно. За порядком на участках следили сотрудники полиции и казаки. Прозрачные урны – гарант законности и открытости выборов. Она, как всегда, к любому событию подходит с душой. Изюминкой единого дня голосования на курорте стали выступления национальных кубанских коллективов. Возле городского театра любимой мелодией исполнял Анапский духовой оркестр. Ощущение праздника не покидало, и это правильно. Любой выбор, он обязательно влияет на будущее. И наше будущее в наших руках. 24-й раз Анапа принимает фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2015». Вчера в концертном зале «Летняя эстрада» прошла церемония торжественного открытия фестиваля. Звездное сияние озарило площадь у «Летней эстрады». Столько знаменитостей кино в одном месте. Кажется, даже красная ковровая дорожка краснела еще больше от ощущения торжественности момента, когда по ней, мимо вспышек фотоаппаратов и улыбок зрителей, шествовали любимые актеры, режиссеры и композиторы. На сцене бури и оваций зрители встречали генерального директора киноформы Ирину Шевчук, которая зачитала приветствие председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Фестиваль «Киношок» – это живой, творческий, постоянно развивающийся организм, стремящийся соответствовать современным веяниям в области киноискусства и незамедлительно реагирует на появление новых носителей изображений, новых визуальных жанров, новых тенденций в современном фестивальном движении. В адрес фестиваля и его организаторов звучало много добрых приветственных слов. Заместитель главы курорта Людмила Мурашова с особой теплотой подчеркнула, что Анапа с гордостью принимает на своей гостеприимной земле кинофестиваль. Язык кино поистине стал универсальным и интернациональным. Язык, который понимают все люди во всем мире. Поэтому разрешите пожелать нашим участникам творческого подъема и зрительского признания. Зрители ожидало немало сюрпризов. Творческую часть церемонии открытия украсили выступления певца Петра Цихановича, гитариста народного артиста России Алексея Кузнецова, балета Айсидора и бэкбэнда имени Георгия Гораняна. Обладатель премии «Золотой граммофон» и «Песня года» Денис Майданов представил песню из саундтрека к белорусско-американскому фильму «Мы, братья». Ты, брат, и это важное, Я пелест вожжим и в этом мир со мной, И стал из сна наплыть в лодке одной. Традиционно трогательной была минута памяти, когда все присутствующие почтили своих коллег, ушедших из жизни в последнее время. Громкие фамилии ушедших актеров коллеги слушали стоя. Итак, фестиваль объявлен открытым. В течение недели в Анапе пройдет киноаппарат новинок. Конкурсные и внеконкурсные ленты можно увидеть на театральной площади в городском театре в киноцентре «Монитор». В Анапе продолжаются восьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств, посвященные 70-летию Великой Победы. Одним из ключевых событий игр стало открытие памятного знака воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятного знака не случайно происходит в Анапе. 45 федераций и организации боевых искусств по 20 видам спорта встречаются в восьмой раз именно в Анапе. Тысячи юных спортсменов приезжают показать свой спортивный профессиональный рост. В годовщину Великой Победы вспомните спортсменах, отдавших жизнь за Родину по первому требованию – дело чести. Мы отдаем дань всем нашим воинам-спортсменам, которые погибли, защищая нашу Родину. Сегодня в торжественной обстановке мы открываем этот памятник и, конечно, будем чтить и помнить то, что они для нас сделали. Ушедших в бою почтили минуты молчания. Олимпийские чемпионы разных лет признались, что именно с легендарных бойцов они брали пример. Именно физическая закалка, именно боли в победе, именно мужество помогли им совершить подвиги. Молодые спортсмены, у которых спортивная карьера еще впереди, понимают, что в спорте главные, и это не только золотые медали и кубки. Надо бороться за свою Родину. Для этого и нужен спорт, чтобы защитить свою семью, Родину. Сразу после открытия памятного камня стартовал автопробег к 70-летию Победы с участием олимпийских чемпионов. Конечной его точкой станет столица Республики Крым – Симферополь. Очередной Победой порадовал своих болельщиков футбольный клуб «Анапа». В минувшую субботу на стадионе «Спартак» встретились городской футбольный клуб «Анапа» и команда «Прогресс» Тимошевского района. Очередная игра в рамках высшей лиги чемпионата Краснодарского края была полна острых моментов. Анапчане открыли счет уже на первых минутах матча. Затем голы так и начали сыпаться в ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 4-0 в пользу «Анапского» футбольного клуба. Второй тайм был еще более энергичным. В результате игра завершилась с разгромным счетом 8-2 в пользу «Анапчан». Городской футбольный клуб «Анапа», который по-прежнему уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата, не имеет ни одного поражения за всю серию игр. Так держать. Завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 15 сентября в Анапе пасмурно возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Ночью до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости. Магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых. Модная школа, в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди. Четвертый квартал 2016 года. Звоните 48300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.